Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем терраформировать планету. Первый лес у нас есть, он потихонечку начал расти, и это уже хорошо, но мы понимаем, что без нашей помощи расти до 5% он будет очень долго, и это, конечно, не вариант. Поэтому сегодня нам нужно с вами с этим что-то сделать. Ну, на самом деле, понятно, что делать, нам нужно для начала разобраться вот с этим, потому что это перестало, черт возьми, работать, и, к сожалению, нужно будет сейчас переделывать все маршруты, связанные с водой, ибо тут ничего работать уже больше не будет. Ну, в общем, такая себе история, я не очень понимаю, как лучше здесь поступить, возможно, стоит поставить дамбу, да, то есть вот каким-то таким вот образом, и мне интересно тогда, да, соответственно, исходя из этого. Ну, давайте сделаем даже вот так, пусть будет, ладно, ну, давайте поровнее, хорошо, поровнее хочется, понимаю, и нам надо, нам надо, чтобы нас добывали, да, что ж ты будешь делать, добывали добытчики воды постоянно, да, то есть, если вот здесь стоит дамба, то будут ли они добывать через нее, так скажем, да, здесь чуть-чуть побреем. Сейчас будем проверять, получается, нам нужны насосные станции, да, они здесь ставятся, это означает, что они добывать будут, насосная станция выставляется, я думаю, что в нормальном количестве в таком, единственное, что вот эта вода, короче, как вот здесь мы с вами огородили, она здесь начинает увеличиваться, но это неправильно, на мой взгляд, поэтому я предлагаю вот тут, вот тут сделать сразу вот так, наверное, чтобы она нас не бесила и не мешала. Ну, а дальше склады, наше все, под воду, ну и, соответственно, переделываем все замечательные маршрутики, надо только вспомнить, где они были. Давайте смотреть, значит, у нас вода ехала вот сюда, да, то есть, здесь нужно вот эти маршруты все поудалять, иначе они работать нормально не будут. Я здесь сделал тогда два, чтобы больше воды было, в целом можно пока что посмотреть на один, да, наверное, что, скинулось, не скинулось, вроде скинулось. И можно, наверное, тогда будет уже, исходя из этого, думать, надо ли второй. Ну, надеюсь, что не надо, но хотя с другой стороны совершенно пофигу. Пункт отправления вода, давайте здесь делаем, я не знаю, давайте 30 поездов посмотрим, надо еще вспомнить, что еще было. А, по-моему, это еда, да, если я не ошибаюсь. Да, это еда, это вот здесь. Здесь как бы воды пока достаточно, ты кто? Ты никто? Ты у нас вода. Ну, соответственно, давай тогда тебя удалим. Здесь у меня было два маршрута сделано, ну, надо ли столько? Наверное, нет. Наверное, все-таки нет, будем пробовать с одним кататься, воды там сверху, сверху хватает, не хватает, как всегда, отходов. Поэтому сделаем здесь воду, сделаем здесь каких-нибудь, не знаю, 16 пусть будет поездов. Ну, и, соответственно, историю запустим. Я уже здесь поправил, у нас здесь пока что будет производиться только ель, чуть попозже мы перейдем на эвкалип, потому что ель сейчас выживает, а он как раз нет. Я думаю, что надо вот здесь украсть часть вот этого стержня. Блин, у меня компоста опять гребаного нету, ну, что же вы будете делать-то с этим, я понять не могу. Украсть вот этот стержень здесь, который слишком его много, и отвезти вот сюда. Ну, тут достаточно простая история, опять же, единственное, что давайте вот здесь поставим. Я там просто склад переделаю сейчас на новый левел, вот на такой. И сюда мы просто это подвезем, чтобы у нас производился этот композит гребанный, который нам так нужен. Да, получается так. Ну, и они сюда сами доедут уже, там разберутся, там есть дорога. Конечно, наворочено, как я и говорил, огромное количество всего. Ну, а почему бы и нет, можем себе позволить. Так, сюда мы выгружаем, соответственно, композит вот отсюда. Не буду я много здесь ставить, потому что те-то детальки тоже нужны. Не композит, а полимерный стержень, извиняюсь, опять я их перепутал. Пять поездов, я думаю, должно хватить. Вижу, что вода отправилась, вижу, что здесь начали композит производить, здесь все работает, здесь что-то дело какое-то пошло. Пока что этих деталек достаточно, будем смотреть на количество. Как дела у нас на производстве деревьев? Ну, воды пока еще немного здесь, но я думаю, что она просто быстро тратится, в этом проблема основная. Но ничего страшного, с этим мы точно разберемся. Так, здесь-то нам всего хватает, есть что-то на складах. Слушайте, склады даже не копят ничего. Ну, давайте попробуем добавить, потому что здесь можно добавлять. Ну, вот видите, она просочилась нахрен через это, вот и что мне с этим делать? Ну, такое себе, если честно. Давайте тогда ставить там, где позволяют, воды надо действительно дохрена. Пускай лучше будет перебор, чем недобор, как мы знаем, это именно так и работает. Кстати, вот еще один косяк нашел. Ну, как косяк, не косяк, а то, что можно добавить. Можно добавить вот здесь еще одну станцию, и вот здесь нам нужно утилизировать отходы. Вот эти, металлические, черт возьми, потому что они отсюда не уезжают. Я же там добавлял вот эту штуку, а, соответственно, дополнительный маршрутик не добавил, да, вот сюда же. Так, и у нас едут металлические отходы в количестве, не знаю, 15 поездов. Я думаю, что будет вполне себе ничего. Пускай везут, пускай это все перерабатывают, хотя здесь уже наперерабатывались до ручки, я вам так скажу. Ну и все вроде, да, полимерные стержни. Короче, не хватает нахрен этого всего. Еды не хватает в большей степени, и поэтому мы ничего не можем произвести, потому что еды нету, город не дает нам отходов, мы не можем производить. Но как я увеличу количество еды, если у меня нечем, не за что эту еду произвести? У еды только один вариант, это органические отходы. Правильно же? Я же ничего не путаю. Давайте смотреть. Компоста, органические отходы и азот, а органические отходы только от города, тут без вариантов. Ну и придется еще искать, откуда этот флюид привозить, потому что что-то как-то плохо дело. Там все выкачали, ничего не это, не добывается. Ну вот выкачали здесь, откуда я еще его вез, не помните, вот отсюда. Да, вот отсюда я его вез, и здесь он такое себе уже, как бы, ну я не знаю. Ну 13,5, что у нас там по деревьям вообще? Ну 200, а, ни хрена себе, 700 деревьев. Поехали что-нибудь посадим. Блин, надо вот этот флюид забирать. Надо бы его забрать, но я пока вдоль речки посажу лес. Блин, почему он сажается вот так? Почему он не сажается в виде деревьев? Я понять не могу, сажается теперь. В каких-то местах сажается, в каких-то нет. Не очень понимаю, в чем прикол, но я буду сейчас спамить. Мы будем закрашивать вот эту всю историю, потому что нам это, черт возьми, надо. Чем больше мы закрасим, тем быстрее он будет расти. А расти он точно уже начал, как вы понимаете, судя по тому, что становится все больше и больше, вне зависимости от того, спамлю ли я деревья или нет. Но надо понимать, что эвкалипта тоже хотелось бы какое-то количество, но все-таки 5% это дохрена, как оказалось. Все, деревья закончились. Давайте посмотрим, что тут у нас будет происходить. Здесь их вообще, наверное, сейчас затопит. Там, возможно, появится какое-то озеро. Здесь у нас будет типа речка. Но я надеюсь, что это так работает, а не как иначе. Но вроде что-то пошло, что-то поехало. Пускай этот лес разрастается. 0.0.16 запомним. Я не буду ничего сажать. Посмотрим, сколько через некоторое время станет. Ну а я тем временем займусь следующим. Я буду искать место, откуда я привезу гребанный ресурс. Ну и походу я привезу его вот отсюда. Знаете, что я подумал? Этой игре не хватает каких-то готовых чертежей, некоторых таких вот вещей, типа станции с круговым движением. Ну ты каждый раз это заново делаешь, да? То есть понимаете, о чем я? И это поднадоедает немножечко. И немножечко бесит. Так, откуда у меня что? То есть мне нужно еще одну станцию добавлять. Я правильно вас услышал? Я вас правильно услышал? Ну отсюда мы вроде доезжаем. Там все соединено у меня давным-давно. Поэтому вот этот пункт назначения, точнее отправления, здесь давайте сделаем побольше. 40 поездов ехать достаточно долго. Надеюсь, что сейчас мы здесь получим ресурса нужного. И быстренько поднимем температуру. Потому что что-то мы в этом плане замедлились. И это, конечно, не очень хорошо. Пока что 0.0.16. Что-то как-то не повышается у нас градус. Угля-то хватает? Ну угля хватает, конечно. Но все равно. Не все заводы производят. Возможно, столько и не надо. Хотелось бы, конечно, вот эти вот еще зацепить. Но воды что-то нету, да? Неожиданно. Я правильно понимаю? Ну скажите, мне опять затопило здесь, что ли? Ну это просто бред. Какой нахрен тогда смысл этой дамбы? Если она, черт возьми, не работает. Здесь, наверное, надо увеличить поезда. Давайте здесь на 2 десятка. А это у нас везет куда? Это везет вот сюда, правильно я понял? Или наоборот. Это вот сюда везет. Да, это везет вот сюда. Поэтому здесь надо на 3 десятка увеличить. Ну, короче, здесь половина домов опять не работает. Да, то есть мне опять надо переделывать. Ну вы смеетесь, что ли? Ну какого хрена-то? Какого хрена? Ну, как бы я все понимаю. Но, блин, почему? А главное, зачем? Ну, то есть, ладно, я добавлю. Типа, хорошо. Но все равно, как бы, это так не должно работать, черт возьми. Дамба на то и создана, чтобы я останавливал воду. Ну, как бы это только... Только мое мнение, походу, да? И оно не очень кого-то волнует. Так, ну чего у нас по ресурсам там? Давайте смотреть вот сюда. Здесь что-то копится, что-то отдается. Ну, поезда постоянно подъезжают. Постоянно что-то передаем. Добавлю складики, чтобы побыстрее передавали оттуда. Да, соответственно. Но в любом случае повышать температуру еще долго нам придется. Смотрите, 0.18 стало, я ничего не делал. Лес растет, потихонечку развивается самостоятельно. Это, несомненно, радует. Хочется посмотреть, как это все будет выглядеть уже в формате рек. Не знаю, вот как бы, да, будет ли какое-то русло реки, так скажем, или что-то подобное. Что по деревьям у нас? О, еще 500 деревьев. Ну, давайте спамить. Нам нужно до хрена деревьев. Я просто не представляю, какое количество. Но чем больше мы сейчас посадим, тем быстрее они начнут сами расти. Надо поэтому не останавливаться. Нам нужно, короче, еще больше полимеров. Я не знаю, откуда их брать. У меня нет столько угля, у меня нет столько отходов. Ну, либо, опять же, развивать второй город в этом направлении. Что вот ему надо, например? У него ничего нету на данный момент, да? Технологичные детали отсутствуют почему-то. Почему? Потому что что? Потому что ты вообще, что тебе надо-то? Алюминиевый стержень никто не везет, да? Откуда везут алюминиевый стержень? Это технологично, это технологично. Вот алюминиевый стержень. Откуда он должен ехать? Давайте посмотрим. Я, если честно, уже ни хрена не помню. Должен он ехать вот отсюда. Здесь, соответственно, нужно переделывать. Ну, наверное, есть смысл немножко поработать над этим городом, да? Потому что... Ну, потому что надо. Потому что надо, и мне нужны эти отходы. Я не вывожу, понимаете? Не вывожу. Мне нужно больше этих отходов, чтобы было больше еды, черт возьми. В это все упирается. Короче, ладно. В любом случае, сейчас есть уже новые склады. Они позволяют нам немножко переиграть ситуацию. И это замечательно. Несомненно. Я, соответственно, могу даже сейчас сделать вот так. Алюминиевая руда вот с этой стороны. У нас будет складываться. Пускай здесь складывается, пускай здесь. Ну, конечно же, надо выпилить немножко дороги. Без этого никуда. Можно, пожалуйста, тебя убрать. Ну, и сейчас наспавим здесь всякого разного, да? Алюминиевая руда. Ну, подожди, нам-то здесь нужна не алюминиевая руда. Нам-то здесь надо было немножко по-другому сделать. С алюминиевыми стержнями мы разобрались. У нас теперь нет железобетона. Есть вариант просто привезти его оттуда, где его до хрена, да? Ну, тоже как вариант на самом деле. Вот отсюда. Здесь есть все для того, чтобы этот железобетон забирать. Так давайте тогда так и сделаем. Я не буду здесь ничего придумывать нового. Мы просто создадим станцию. Например, вот здесь. Ну, и повезем это, понятно, куда. Давайте сюда, сюда, туда, в общем. И откажемся от производства железобетона там. Потому что, ну, зачем здесь такие мощности стоят, что как бы смысла в этом никакого нет. Единственное, что надо остановочку сделать. То есть у нас получается вот с этим совмещено. Но это мусор. Ну, а по-хорошему какая нахрен разница, если я могу просто поставить парочку центров снабжения. Ну, например, пускай будет вот здесь, да? Ну, и здесь сделать, например, просто склады, которые дотягиваются. И даже больше ничего не придумывать. То есть сюда, соответственно, железобетон, пожалуйста, нам завозите. Ну, пускай будет вот в таком количестве станцию можно воткнуть прямо вот сюда. А чё вам ещё надо? Еды, да, наверное? Ну, это будет просто охренительно, если это так. А это действительно так. Технологичные детали железобетона сейчас приедут. А еды мне как бы, ну, неоткуда взять. Мне как бы неоткуда взять. Хотя можно здесь произвести, попробовать немножко. Вот ты кто? Органические отходы? Ну, не знаю, на самом деле. Ну, ладно, я сейчас здесь запущу железобетон. Ну, пускай, короче, катаются, потребляют, как бы. Хрен с вами. Но, тем не менее, это всё равно не меняет ситуацию. Блин, начались лаги, в общем, я вам скажу. Немножко подфризы такие неприятные, если честно. Но, чё уж сделать-то с этим. Ничего не сделаешь. Здесь опять флюид заканчивается. Температура стала очень плохо повышаться. Очень плохо. Ну, а тем временем у нас 0,27. 0,27! Я просто не представляю, какое время нужно для того, чтобы засадить всё это лесами. Попробовал я ещё раз эвкалипт. Что-то нихрена не работает. Поэтому, ёлки, пока что наши друзья. Тут без вариантов. Ну, я, в общем, спамлю периодически, там, да, накидываю. Но, как вы видите, продвигаемся мы очень медленно. И это, конечно, моё почтение. Я не хотел бы, чтобы вот это задание выполнялось 3000 часов. Я надеюсь, что так не будет. Но, что я могу сделать? Я могу немножко переделать ситуацию вот здесь, да. То есть, в принципе, переработать суть того, как это всё у меня действует. Каким образом это можно сделать так, чтобы не менять никаких станций? Ну, наверное, надо просто попробовать что-нибудь удалить и что-нибудь поставить заново. Не знаю, это невозможно произвести столько еды сейчас, чтобы у меня просто давали нормальное количество отходов. Ну, баланс нужен этой игре, что могу сказать. Здесь мы что-то всё выкачиваем. Температура стала повышаться очень медленно. Прямо супер медленно. Здесь на лесах у меня просто начинаются фризы, к сожалению. Сколько у меня ёлок-то есть? Где посмотреть-то? Дайте здесь посмотрю. 211. Ну, я там переделал, в общем. Что-то вроде начинается. Что ёлки-то не делаются? Дайте мне нахрен ёлки. Я не хочу вот эти вот поля. Я хочу именно их. Блин, возможно, здесь стоит сократить количество зданий производящих и увеличить количество зданий, дающих уголь. Вот я вам что скажу. И тогда будет быстрее производство намного идти. Давайте протестируем. Я здесь сделаю вот так как-то. И тогда я думаю, что будет нормально, да? Ну, вот как-то так. Пускай. Пускай лучше здесь постоянно производится, потому что ну, по три угля надо. И то есть не успевает просто. Ну, можно как-то замиксовать, да? Типа ещё вот так, например. Но я уверен в том, что вот это количество нам нужно. Вот этих штук. Ну, больше пока что альтернатив нету. Если бы дали разрабатывать какие-то месторождения появляющиеся, да? То было бы классно. Но, к сожалению, не опциональная эта история. Если там железобетон заменился на что-то другое, и он больше нам не нужен, то здесь как бы вариант только один. Но вот так, если посмотреть, вот прямо сейчас понаблюдаем. Видите, появляются квадратики самостоятельно. То есть, ну, потихоньку растёт. То есть надо просто дать ещё немного, и дело пойдёт. Я думаю, где-то около полутора процентов, когда мы доберёмся, то тогда уже здесь прямо побежит рост. Я пытаюсь сажать как-то покрасивее, типа вот как-то вокруг реки. Ну, чтобы поприкольнее было. Не знаю, на что это повлияет, и не зазопит ли потом в итоге это всё. Но в любом случае, в любом случае надо пробовать. Да и вообще непонятно, надо ли это было сажать там. Ну, короче, здесь у меня всё опять затопило, да? Да нет, вода пока производится. Но опять же, как бы, ну, ребята, ну, блин, ну, серьёзно. Ну, вот это всё, это уже, опять же, не работает. Зачем эту дамбу надо было вообще делать, если она не имеет никакого нахрен смысла? То есть, ну, я вот это всё заберу, перевезу сюда, на ту сторону, чтобы что-то добывать по воде. Как у меня этот город поживает вообще? Кстати, а я же вроде ещё один развивал. Как у вас-то дела, ребята? Всё нормально. Может, хотите мне отходов дать? Железо, бетон, а хотите? Ни хрена себе вы даёте, блин. А вот это чё у нас? Это у нас бетон, да? Это у нас бетон, а здесь у нас ни хрена не производится. Почему? Потому что нету металлических стержней. Металлических стержней нету. Блин, а где я вам их возьму? Везти отсюда железо, бетон тоже? Ну, далековато, я так вам скажу. Далековато. Да и тут тоже как бы... А, здесь бетона нету, да? Почему? Потому что я, наверное, вот здесь поезда удалил. Да, я забирал поезда, потому что подумал, что, наверное, больше не надо. Давайте добавим здесь 10. На вот этой ветке стальной стержень не надо. Вот здесь добавим бетона тоже 10. Я думаю, ну давайте 15 даже сделаем. Там запустим эти все производства. Да и я думаю, что попробуем повезти. Подожди, а у меня здесь получается маршрут-то проложен, да, почти. Ну, за исключением того, что надо просто сделать вот так. Да, и таким образом тогда железо, бетон еще и уедет вот сюда. Может быть, сейчас еще каких-то отходов получим. Тем более, здесь все соединено. Мне только станции расставлять, да, и довозить. Мне кажется, нормально. 0,48. Тем временем, что у нас по елкам получается? Тысяча елок мы сделали. Все-таки, блин, нихрена себе у меня тут лагает, я вам скажу. Все-таки моя планировка, именно вот такая, которая сейчас там есть, она работает. Но я буду сейчас тысячу спамить. Жалко, тут нет какой-то кисти более крупной, да, то есть, ну, понимаете, о чем я, чтобы сразу участок засеять и не вот этой фигней не страдать. Но можно, в принципе, делать пробелы, потому что эти пробелы потом сами заполнятся. Можно, не стесняясь, прямо фигачить. Ну, вот как-то так теперь это выглядит. Я тысячу елок посадил, елки продолжают набираться, это замечательно. Пока что даже к одному проценту не подобрались. Жестко, жестко. Не ожидал, вообще не рассчитывал на такое, но ладно, какие варианты. Как у нас здесь дела, ребятки? Бетончик получаете или еще не довезли до вас? Мы должны скоро подъехать, я там сорокет поставил, хотя, может быть, уже употребили просто. Не знаю, не знаю, пока не ясно, где вы вообще? Кто вы? Кто вы и где вы? Я не вижу железобетона почему-то по пути следования. Неужели вам так долго ехать? Да? Или нет? Что за фигня-то, я не понял. Вот ты кто? Ты вообще куда едешь? Вот ты поезд, ты отсюда ехал и сюда. То есть, в принципе, вот это мне все как бы не особо надо, да, по-хорошему. Ну, давайте я как минимум поезда отсюда заберу, да, потому что, ну, зачем? Потом уже посмотрим, может быть, что-то... Ну, и не буду удалять линии, потому что, ну, его нахрен потом снова доделывать, когда мне понадобится. Не вижу я до сих пор железобетон, а нет, вижу, вон он поехал. Но думаю, что поездов очень мало, потому что расстояние просто дичайшее. Я так понял, что все, мы не повышаем градусы, да? Чего нету-то? Господи, опять серо закончилось. Да что же вы делаете-то, сволочи, блин? Ну, сейчас бы серу сюда подвозить. А подожди, а у меня где-то серо же есть, вроде много ее скопилось. Нет, показалось мне? А вот здесь, может быть? Да? Или не здесь? Погоди, а это куда вообще ехало? Что у меня тут вообще происходит нахрен? Вот это откуда? Да, это везло отсюда серу. То есть, в принципе, надо взять и повезти ее, потому что сейчас-то там запустилось. Давайте сюда 50 поездов направим. Ну, сейчас посмотрим. Наверное, не очень я хотел бы все-таки оттуда везти. Я лучше пока что здесь добавлю еще несколько рядов. Так же с кладиками это передам, потому что он флюрит этот, черт возьми, его доехал. В больших количествах, а серо что-то тормознул. Ну, в общем, продолжаем добычу, как вы понимаете. Но температура стала по факту понижаться, повышаться очень медленно. И это, конечно же, немножко печально. Слушайте, а тут ни хрена он так растет, я вам скажу. Он двигается, двигается. Прикольно, прикольно. А мне нравится. Мне нравится. Наверное, я буду дальше вдоль речки сажать деревья. Выглядит вроде прикольно. Что у меня по елкам? Еще 700 елок. Ну, как вы понимаете, я погнал. Я не думаю, что вам будет интересно, как я просто спамлю. Немножечко вверх уехали вот здесь. Вроде классно, вроде классно. Вот синтекраторы, они не будут потом, как какие-нибудь океаны, озера. Не знаю, хрен его знает, что будет вообще. Я вообще не представляю. Температурка вроде начала расти. Я правильно вас понял? Да, температурка растет. Но вот видите, 13,2 и все. И все. Давление, давление. Блин, тут еще с давлением какой-то прикол. Я не знаю, что с этим надо делать, если честно. Но пока что температурка вообще не двигается. Может быть, пока надо остановиться, пока мы что-то не сделали с давлением. Я не понимаю. Давайте к городу пока обратимся. Может быть, он там что-нибудь подрос. Ну да, железобетон. Да, я правильно понимаю. Все, пошло дело, пошло. Ну, будем тогда наблюдать. Того момента ждать, когда появятся здесь отходы. Тоже их, соответственно, повезем. Потому что нам их есть куда применить. Заранее подвезли уже. Ага, погоди. А вот и утилизация отходов, кстати. Говорят, что недостаточно. Понимаю. Давайте тогда организуем. Нам нужно утилизаторов. Давайте штучки 4 поставим, я думаю. Да? Соответственно, металлические отходы будем отсюда, наверное, забирать. Ну, город вроде радуется. Мы ему дали поездов. Я поставил туда побольше, потому что далеко везти, так или иначе. Ну, в общем, нормальная тема. Давайте сделаем еще таких складов под вот это. Сделаем вот таких складов. И здесь сделаем. А нет, здесь надо уже тогда делать подводичку. Вот такой склад, иначе не дотянется, да? Кислород, точнее, а не подводичку. Ну, пускай будет. Пускай будет. Давайте парочку сделаем. Кстати, склады могут закончиться в скором времени. Нам тоже будет этот вопрос решить. Хотя, в принципе, а зачем можно было и такой поставить? Я думаю, что нормально, нормально. Пускай будет так. А вот это, кстати, было зря. Так делать не надо. У меня часто такое происходит, что я рушу вот эти вот маршруты свои. Ну, хорошо, хоть маршрут остается. И не надо ничего восстанавливать. Это радует. Это очень охренительно. Так, ну все, пошли отгружаться потихонечку в отходы. Город сейчас должен будет подрасти. И, соответственно, мы получим с вами с этого еще одни отходы, которые нам нужны, черт возьми, для производства все-таки еды. Короче, да, походу здесь есть какой-то прикол с тем, что мы не можем дальше температуру с вами повышать. Она остановилась и больше не двигается. То есть, сейчас надо вот леса растить. Видите, они ползут дальше. И ползут, наверное, везде потихонечку. Будем сейчас расширять вокруг воды. Вокруг реки в большей степени мне нравится. Что у нас по деревьям? Ну, 700 есть. Сейчас скоро поеду я все это дело устанавливать. Хотя можно, наверное, начать прямо сейчас. Спешу вас поздравить. Это 1%. То есть, еще 4 раза вот по столько деревьев нам надо. Ну, понятно, что еще что-то подрастет, что-то мы произведем. Но, тем не менее, все равно звучит внушительно. Так, чего у нас здесь по производствам? Сейчас мы повезем дополнительные металлические отходы. Соответственно, здесь все заработает. Тут все нормально более-менее. Здесь, конечно же, все плохо, потому что нет, опять же, пластиковых гребаных отходов. Ну, такое себе. Здесь все хорошо. Смотрим с едой. Вопросов быть не должно. У нас всегда все плохо. Здесь все плохо. Ну, понятно. Все понимаю. Двигаемся дальше. Что-то невероятное здесь с поездами. И, на самом деле, с лагами с какими-то. Давайте мы немножко тормознем здесь поездов. Ну, не знаю. 15 оставлю. Надо вообще поезда производить где-то здесь 10. В принципе, нормально. Здесь смысла добавлять что-либо нету, потому что здесь просто столько ресурса нет. Поэтому без вариантов. Не знаю. Можно попробовать органику, наверное, перевести на склады вот на такие. Давайте, наверное, переведем. Вот эту. Вот эту, например. Ну, чтобы побыстрее они догружали. И, соответственно, на поезда давали. Все это, в общем, ехало как-то пошустрее. Так, все. Я сделал то, что хотел. И не все. Ну, вроде пока пускай будет так. Не знаю. Больше добавлять не буду. Сейчас что-нибудь обязательно сломаю. А вот это вот что? Вот это не достает, да? Потому что вот здесь надо склад поменять. Правильно? Вот. Это мы забрали. Здесь забирают. Здесь все забирают. Все. Вроде все двигается. Приходится спамить вот эти вот склады. Потому что... Ну, у меня их, во-первых, ультра много. А потому что иначе не производится уголь. То есть... А вот этот кислород мы никуда не отдаем, как бы. Вот такая вот фигня. И поэтому я буду сейчас спамить просто миллион складов. Наверное, FPS будет проседать все больше и больше. Но если этого не сделать, тогда у меня елки нормально производиться не будут. А у меня вариантов других нету. Будем таким образом действовать. Но видите, уже 700 набежало. Прошло не так много времени. Всего лишь несколько минут. И, в принципе, я думаю, что сегодня мы до 2% может быть даже доберемся. Хотя, может быть, и не доберемся. Надо обратить внимание снова на этот город. Я там наспамил тысячу деревьев. Так. Вот. Вот это нам надо. А вот это нам очень надо. Это мы повезем обязательно. И мы это повезем. Так. Мне надо еще здесь станцию сделать. Вот здесь, да, получается. Ну, достаточно здесь, по-моему, станции для того, чтобы как бы довозить вроде нужное количество. Но, как вы понимаете, все равно этого не хватает. Давайте тогда склады переделаем вот под такие. Чтобы пошустрее, пошустрее разгружали. Блин, я что-то накосячил, да, по-моему? Или нет? Или нет? Нет, нормально. Нормально. Вот этот склад сделаем. Вот этот склад сделаем. Так. Все. И вот здесь выбираем пункт назначения. Точнее, в данном случае, пункт отправления. Вот отсюда. Здесь очень много отходиков скопилось. А пункт отправления вот отсюда органических отходов. Ну, поездов пока что у меня такого количества нету, к сожалению. Я думаю, что надо вот здесь забирать кого-то. Ну, вот здесь 25. Явно не следует здесь такое количество оставлять. Вот сюда добавляем еще пятерочку. Пойду, посмотрю, где еще много. Ну, вот это, конечно, просто дичь. Я по-другому это не могу назвать. Просто дичь. И тут как бы не прибавить, не убавить. Либо куда-то увозить еще эту всю хрень. Куда только непонятно. Если бы вот этот город подрос, он бы начал больше потреблять. Че у вас тут как дела? Не очень, да? Так, это не то. Это не то. Мне надо вот это. Ну, понятно, еды и композита нету как бы до сих пор. Ну, сейчас будем надеяться на то, что подвезут, соответственно, еще отходов. И, возможно, дело пойдет. До пластика, конечно, мы не доберемся. Я имею в виду в тех городах. Потому что туда тоже нужно пищу довозить. А пищи у меня и здесь не хватает. Сейчас еще здесь органики запустил. Потому что у меня там было слишком много на металл. И поэтому надеюсь, что все-таки сейчас что-то приедет. Но игра начала фризить. Если так дальше продолжится, конечно, будет очень сложно что-то сделать. Я не знаю, как победить эту историю. Настройки графики тут не убавишь. Тут просто количество объектов такое, что ПК начинает дымиться, мне кажется, в какой-то момент. Надо куда-то привозить гребаный кислород. Я не знаю. Ну, либо спамить вот эти склады, что, конечно, на мой взгляд, чушня полнейшая. Но вариантов я других не вижу. Спешу вас обрадовать. У нас, наконец-то, на складах появилась еда. Это, несомненно, здорово. Повлияет ли это как-то на производство отходов, я не знаю, если честно. Но надеюсь, что все-таки хотелось бы, что-то произошло. В большей степени, наверное, население имеет значение. Но мы пока не можем с вами, к сожалению, поставить нужное количество вот этих вот стержней. То есть тут вариант какой? Не стержни, а композитов. Вариант такой, что я уже добавил одну станцию дополнительную вот отсюда, которая будет забирать пластик и везти именно на производство вот этих вот композитов, которые нам так нужны для развития. Посмотрим, насколько это поможет. Возможно, все-таки удастся город немножко раскачать еще. Конечно, хотелось бы и туда еды отвезти. Если мы сейчас ее здесь ультра много произведем, возможно, какую-то часть я буду отправлять в другие города, чтобы получать новые отходы. Но звучит все это так себе. Давайте напоследок посадим какое-то количество деревьев. Осталось у нас вот еще в копилке 800. Блин, очень жестко, что фризить начало. Это не очень приятно. Понятно, что, опять же, это все ранние доступы всякие разные. Не хватает кисти. Нужно разработчикам в первую очередь вот при таких заданиях добавлять кисть, которая позволяет просто нафигачивать вот эту вот поверхность деревьями. Да, не вот таким вот образом, как я сейчас это делаю, а каким-нибудь более адекватным. Но и не хватает, наверное, улучшений каких-то для складов, возможно, для производящих зданий. То есть, чтобы не было именно количества, а становилось как-то в качестве. Потому что так, ну, просто перегрузка идет. Наверное, можно, понятно, что как-то оптимизировать историю всю. Но если они сделают вот подобные исследования, может быть, я не знаю, за какие-то ресурсы. И, соответственно, позволят делать игрокам более маленькие производства, но более эффективные. Это будет замечательно. Но еще 200 деревьев. Я, в общем, здесь уже не парюсь, не пытаюсь какие-то места заполнить полностью. Потому что, ну, они дальше сами там разрастаются. Периодически елки умирают все-таки. И это даже полтора процента нету, чтобы вы понимали. За сегодня, за целую серию. Но, в любом случае, стало быстрее само расти. Я все-таки надеюсь в большей степени на самостоятельный рост. Потому что так это, конечно, будет невозможно. Ну, вот как-то так у нас по лесу. Начинает он пускать свои корни в разные стороны. Надеюсь, что в следующей части я, возможно, даже подготовлюсь. И мы сможем с вами все эти деревья посадить. Задачу выполнить. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и пока-пока.